Конденсат в вентиляции. Здравствуйте. Образование конденсата в системе вытяжной вентиляции это очень распространенная проблема в частном малоэтажном строительстве. И вроде бы очень много роликов в сети на эту тему. И все они как ни странно с хорошим результатом и полным решением проблемы. А вот читаешь комментарии к этим роликам и все становится не таким уж и однозначным. Многие люди повторяют решение авторов, а конденсат из системы вентиляции не исчезает. Давайте попробуем разобраться, почему в одном случае все хорошо, а в другом вода течет из вентиляции. Хотя методика монтажа систем идентична. Но для начала немного теории. Человек своим присутствием постоянно портит воздух, пропуская его через свой организм. Вдыхает хороший, выдыхает нехороший. Ученые посчитали, что самочувствие человека нормально, если он вдыхает ежечасно 60 кубических метров свежего воздуха. Иногда эта цифра может составлять и 20 кубов, но это все условно. Если хотите знать точно, читайте нормативную литературу, там приводят актуальные данные. По этой причине в жилых и не только помещениях необходимо устраивать приточно-вытяжную вентиляцию. Приток свежего воздуха еще в советское время осуществлялся сам собой через щель и неплотности в оконных деревянных рамах. Удаление отработанного воздуха осуществлялось через вытяжные решетки в санузле и кухне. И тут все должно работать в комплексе. Сколько воздуха пришло в комнату, столько его должно и уйти. Если мы перекрываем вытяжку, то и приток осуществляться перестанет и наоборот. Поэтому сейчас монтируют герметичные пластиковые окна с обязательной установкой приточных клапанов. Если вы заткнете подобные щели, то тоже лишите себя вентиляции. И рано или поздно, но это скажется на здоровье вас и ваших членов семьи. Далее. Вытяжные решетки устанавливаются в кухне и санузле, потому что там самый плохой воздух и нужно предотвратить его перетекание в жилые помещения. Посему приточный воздух попадает в жилые комнаты через окна, из комнат перетекает в кухню и санузел и уже оттуда удаляется системой вытяжной вентиляции, а не в обратном направлении. Вместе с вытяжным воздухом в кухне и санузле мы удаляем неприятные запахи, влагу и тепло. Но в рамках данного видео нас интересует только влага. Для того, чтобы она не образовывалась в воздуховоде в виде конденсата, ее нужно правильно удалять вместе с отработанным воздухом. Для облегчения понимания представим, что отработанный воздух мы грузим на маленькие тележки объемом 1 кубический метр каждая и увозим из влажной комнаты на улицу через вентиляционную трубу. И чем больше расход воздуха, тем больше этих тележек проезжает за 1 час времени. В каждом кубометре удаляемого воздуха содержится определенное количество влаги. Чем больше температура воздуха, тем больше влаги туда может поместиться. А параметр относительной влажности отображает, сколько влаги мы вместили в нашу тележку от максимально возможного значения при данной температуре. И как только воздух примет максимальное количество влаги, то показатель относительной влажности достигает 100%. А дальше стараться бесполезно. Все, что не влезло в тележку, выпадает в виде конденсата или водяной взвеси. В данном случае сухой воздух ведет себя как губка, и он может впитать только определенное количество влаги. Но параметр относительной влажности на то и относителен, что он отображает только процентное содержание влаги относительно максимально возможного при заданной температуре. А вот если воздух с относительной влажностью в 100% немного подогреть, то его показатель относительной влажности тут же снизится, и он сможет впитать еще немного влаги. А если влажный на 100% воздух охладить, то его грузоподъемность наоборот снизится, и часть впитанной ранее влаги выпадет в виде конденсата. Относительная влажность одного и того же воздуха будет разной в зависимости от его температуры. Теперь. Влажный воздух принято рассматривать как смесь сухого воздуха и водяного пара. Водяной пар это влага, и сколько ее в килограмме сухого воздуха можно определить по ИД-диаграмме, зная хотя бы два из ее параметров. Например, относительную влажность и температуру. Перед нами ИД-диаграмма состояния влажного воздуха. Подобные можно скачать. Теперь пример. Допустим, воздух в нашей ванной комнате имеет следующие параметры. Температура воздуха плюс 25 градусов по Цельсию. Отмечаем на диаграмме соответствующую прямую. Относительная влажность воздуха 70%. Отмечаем на диаграмме соответствующую кривую. На пересечении данных линий ставим точку 1. Зная конкретную точку на диаграмме, можем определить остальные параметры нашего воздуха. Например, влагосодержание. Это абсолютный параметр, в отличие от относительной влажности. Для этого опускаем из этой точки вертикальную линию до пересечения с осью D. Влагосодержание. Получилось примерно 14 грамм влаги в килограмме сухого воздуха. В каждом частном случае этот параметр будет разный, но имея термометр и гигрометр, можно нанести соответствующую точку самостоятельно и узнать абсолютное влагосодержание. И как вы уже поняли, влагосодержание воздуха в одной и той же комнате очень разнится днем и ночью, летом и зимой, во время принятия душа и после него и так далее. А теперь по теме. Образование конденсата в системе вытяжной вентиляции обычно происходит в помещениях с влажными режимами и повышенной температурой. Кухня, ванная, прачечная и так далее. Отработанный влажный, но относительно теплый воздух, проходя по воздуховодам в сторону улицы, где температура воздуха ниже, чем в помещении, постепенно охлаждается. Поскольку влагосодержание воздуха остается неизменным, то процесс охлаждения будет происходить по вертикальной линии движением вниз на диаграмме. Если бы воздух нагревался, то линию мы бы ввели вверх. Но мы опускаем вертикальную линию из точки 1 до пересечения с кривой относительной влажности 100%. Это же ведь максимум. Поставим там точку 2 и посмотрим, что данный параметр влажности наступит примерно при температуре плюс 19 градусов по Цельсию. По формулам можно посчитать более точно, но суть не в этом. Это означает, что при охлаждении воздуха из нашей ванной комнаты до данной температуры или ниже, воздух не сможет больше удерживать влагу. Вот эта точка 2 на диаграмме и есть точка росы. И она актуальна для определенного влажного воздуха с конкретным влагосодержанием. Представьте себе, всего на 6 градусов с плюс 25 до плюс 19 охладится воздух с данными параметрами и выпадение конденсата в винтканале неизбежно. Как думаете, зимой такая ситуация реальна? Уверен, более чем. Например, если бы удаляемый воздух имел все ту же температуру плюс 25 градусов по Цельсию, но имел показатель относительной влажности 90%, то его абсолютное влагосодержание составило бы уже около 18 грамм на каждый килограмм удаляемого воздуха. А точка росы для него будет наступать уже при температуре плюс 23 градусов по Цельсию или ниже. А если параметры воздуха в помещении имеют еще большую температуру и влагосодержание, то ситуация еще больше усугубится. Такова физика процесса появления конденсата в вытяжной вентиляционной трубе. Не больше и не меньше. Воздух охлаждается до температуры точки росы и влага автоматически и неизбежно конденсируется. Другое дело, что вода может быть в воздуховоде и ее не будет видно. Но то нюансы. А теперь скажите, кто из вас наблюдал выпадение конденсата в системе вытяжной вентиляции в квартире многоэтажного дома, а не в частном секторе? Вы не удивлялись, что там нет такой проблемы от слова совсем? Вам интересно почему? Давайте проясним ситуацию. Во-первых, все вентиляционные каналы и дымоходы проходят только по внутренним теплым стенам. Монтаж он их вдоль наружных стен запрещен нормативно. Поэтому удаляемый воздух не так быстро охлаждается и точка росы в таких условиях наступает немного позже. Во-вторых, многоэтажный дом подразумевает наличие вертикального вентканала и чем он выше, тем больше тяга в шахте. Скорость потока воздуха в приемной решетке обычно не бывает менее 1 метра в секунду. Минимальная скорость регламентирована, посему воздух довольно быстро удаляется из системы и тоже не успевает охладиться до критической температуры при которой выпадает конденсат. Но даже если и успеет, то конденсат будет образовываться ближе к выходу и его будет значительно меньше образовываться в воздуховоде. Ну и в-третьих, вентканалы выполнены из пористого кирпича или бетона. Естественно, что во время влажных процедур конденсат вентиляции может образовываться, но он тут же впитывается в пористую структуру поверхности каналов и не стекает в помещении так быстро. И поскольку вытяжка с естественной циркуляцией работает непрерывно, то та небольшая часть влаги, что впиталась в вентканал, благополучно испаряется к моменту следующего принятия банных процедур. Именно совокупность этих мероприятий дает хороший прогнозируемый результат. Если желаете предотвратить появление конденсата в вентиляции, выполняйте требования, прописанные в нормативных документах. Но я сомневаюсь, что люди, которые ищут информацию на подобные темы в сети, готовы оплачивать работы профильного проектировщика еще до начала строительства частного дома. Такова данность. Давайте теперь обсудим плюсы и минусы самых популярных решений в ютубе. Первое. Самое распространенное решение проблемы появления конденсата в вентиляции это утепление вентканала. Блогеры очень часто снимают подобные видео и своим примером показывают, что способ рабочий. Но то, что сработало в их сухой комнате, не означает, что сработает в вашей очень влажной ванной комнате. Никто из блогеров не показывает параметры удаляемого воздуха, температуру наружного воздуха, наличие организации проточной вентиляции и так далее. Часто подобные видео снимают в еще не жилых комнатах, где влаги в воздухе взяться неоткуда. Да и не факт, что в их утепленном воздуховоде не образовался конденсат. Просто чтобы влага, стекая, добралась до вентиляционной решетки, нужно время. И на видео это обычно не отображается. Или, например, сняли днем 5-минутный ролик, а закапало из решетки ночью при снижении заборной температуры и тому подобное. А можно еще снять видео летом, в полдень, и тогда часто проблемы тоже не будет. Да, утепление воздуховода способствует уменьшению количества конденсатов в трубе путем отсрочки и наступления точки росы. Но говорить о полном решении проблемы неправильно. В 99% случаев в утепленном воздуховоде тоже выпадает роса, но ее будет меньше, и возможно она будет своевременно испаряться, а не попадать обратно в комнату. А утверждать, что конденсата в вентиляции нет только потому, что мы его не видим капающим из решетки, в корне неверно. Обидно, но блогеры, даже с профильным образованием, просто не понимают, что они снимают и о чем вещают. И почему-то я не нашел на просторах ютуб ни одного грамотного ролика на эту тему. Второе. Нам часто советуют увеличить высоту вентканала или установить дефлектор. Да, таким образом мы увеличиваем скорость потока воздуха в канале, что тоже способствует решению проблемы появления капающего конденсата. Как вы уже поняли, этим приемом мы тоже поднимаем температуру выброса влажного воздуха в вентканале. С одной стороны, отработанный воздух будет быстрее выходить наружу, он не так быстро охладится, и количество возможной влаги, осевшей на стенках воздуховода, снизится. К тому же увеличение скорости потока воздуха, обдуваемого влажную поверхность, приводит к увеличению скорости испарения, возможной влаги. Также увеличение площади воздуховода, на которой возможно будет выпадать конденсат, тоже способствует тому, чтобы из решетки закапало намного позже, при прочих равных. А с другой стороны, можно создать относительно большой нерегулируемый расход воздуха, который существенно увеличит зимой теплопотери здания в целом. Ну и трудозатраты и финансовые издержки на монтаж системы тоже никто не отменял. Третье. Установка вытяжного вентилятора для решения проблемы появления конденсата в воздуховоде системы вентиляции. Здесь все те же самые плюсы, только более выражены, поскольку скорость потока воздуха в системе увеличится до 3-4 метров в секунду, и она будет контролируемой. Но опять же, экономически выгоднее использовать интервальное включение вентилятора или осуществлять его работу по таймеру. Четвертое. Очень интересное решение использования пористой асбестовой трубы в качестве вент-канала. Тут важно, чтобы количество влаги, выпадающей в виде конденсата, было не сильно большим, и впитываясь, успевало регулярно испаряться из асбеста полностью. Иначе можно к капающей решетке бонусом получить грибок. Чем длиннее труба, чем больше ее диаметр, и чем толще ее стенки, тем больше влаги абсорбирует асбест. Решение рабочее, но могут быть нюансы. Пятое. Советуют использовать греющий кабель для обогрева воздуховода и проходящего через него воздуха. Тоже рабочий вариант, только нужно обязательно учитывать, что для того, чтобы нагреть 100 кубов воздуха в час на 1 градус по Цельсию, понадобится около 35 Вт в час электроэнергии. Дальше считайте сами. Может выйти откровенно дороговато. Конечно, способов, предотвращающих выпадение конденсата в вытяжной вентиляции, можно придумать гораздо больше и снять еще больше сенсационных видео. Но все эти решения давно описаны в нормативной литературе. И блогеры напрасно пытаются изобретать велосипед, да еще так неумело. А вот если мы имеем готовый частный одноэтажный дом, то обустройство нового утепленного вентканала, проходящего через весь дом и чердак, может стать чересчур затратным и абсолютно иррациональным решением. Гораздо проще смириться с наличием воды в вентканале и удалять ее через конденсатоотводчик, например, сразу в канализацию. Для этого собираем нехитрую систему из канализационных фасонных трубопроводов или любых других материалов. Соблюдение уклонов очень даже желательно. Только имейте в виду, что отводить дренаж в систему канализации следует через гидрозатвор для предотвращения появления неприятных запахов из вытяжной решетки. А еще нужно учесть, что если летом конденсат в воздуховоде не будет образовываться, то гидрозатвор пересохнет и запах из ямы обязательно появится. Зимой обычно таких проблем нет, а вот летом нужно или доливать воду в гидрозатвор, или использовать гидрозатвор с сухим клапаном, или подключить конденсатоотводчик к систему канализации выше уже существующего, не пересыхающего из-за частого использования гидрозатвора, как в моем случае. Например, можно использовать сифон для раковины с патрубком подключения стиральной машины и выводить конденсат из вентиляции в этот разъем. Но я вместо сифона для душевого поддона купил сифон для ванны. В нем есть патрубок для перелива, вот туда я и выведу конденсат из вытяжной вентиляции. Справедливости ради, подобные решения о удалении конденсата тоже популярны среди блогеров, но обычно они начинают собирать конденсат еще на чердаке дома. Но главное, что есть выбор. Благодарю за внимание.